Всем привет! Я сегодня вам покажу результат. А результат появления. Первая детка на пеньке. Напомню, что это за пенек. И потом покажу вам результат. Все-таки, знаете, этой вот моей колоссальной операции, которая проводилась мной по освобождению детки из точки роста из плена взрослых листьев. Я покажу вам, что сейчас происходит на орхидейке Сеншон, одной из парфюмерных фабрик. Но вначале и потом, дождитесь обязательно окончания видео, я вам покажу распуск очередных моих красавиц. Это те орхидеи, цветение которых я достаточно долгое время ждала. И вот, наконец-то, у нас есть с вами результат в цветении орхидеи и вау-эффект. Ну что, давайте начнем вот с этой красоты. Я включаю специально для вас индивидуальную подсветку. И вы сейчас сможете понять, что же происходит на этой орхидее. Эта орхидейка, которая в свое время освобождалась от двух огромных деток. Одна детка находилась именно вот здесь, вот здесь. Вторая детка находилась. Так, давайте найдем место расположения второй детки. Но, наверное, это не столь важно. По-моему, вот здесь где-то она была. И отсоединив две детки, они нашли в лице моих зрителей своих новых хозяев. Сейчас обе детки цветут. Девчонки мне присылали фотографии. Вы просто не представляете, как для меня важен результат, который происходит на тех орхидеях, которые когда-то мной взращивались. И с большой любовью я ухаживала за ними. И потом они получают не меньшую любовь от вас. И сейчас они благодарят вас уже за вашу заботу о них. Слава богу, эти две орхидейки под названием Pretty Romance сейчас растут и цветут в своих новых хозяевах, в новых домах. Вот так скажем. Смотрите, я не ожидала этого эффекта. Корневая система, помните, да, как я ее просто затыкала туда в горшок. Она была большая на этом пне. Хорошая корневая система. Я вам говорила, девчат, ребят, всегда обращайте внимание, когда вы располагаете пенек с корнями в ожидании детки, уменьшайте, сокращайте частоту поливов и количество поливочной воды. Потому что здесь, вот в этой системе, без листиков, испарительного такого момента здесь его нет. Когда орхидейкам, корневая система, листьям прокачивает необходимое количество воды, да, и листья испаряют эту влагу, они растут, они полноценно развиваются и так далее. Здесь у нас наличие только корней. Поэтому для достижения эффекта, какова цель? Это сохранить корневую систему и не допустить ее пропадания. Когда мы пересаживаем просто пенек с существующей корневой системой, в надежде на появление детки, я всегда говорю, если есть у вас возможность посадку, добавить старый грунт, сделайте это. При смене грунта на новой, относительно корневой системы, без листьев на пне, очень тяжело будет корневой системе сохраниться в новой посадке. Потому что эко, система экофлора горшка, микрофлора горшка, она создается с новым грунтом в 100% его смене в течение месяца. Когда мы добавляем старый грунт, может быть, немножко нового, да, мы добиваемся эффекта повторения микрофлора горшка, микрофлоры посадки. Поэтому пропадание корневой системы, может быть, оно и будет в связи с тем, что корни все-таки испытали стресс, мы их все-таки дербанили, освобождали от старого грунта. Я срезала детки, стресс, конечно, пенек получил, само вот это вот материнское растение, да, ну, все, что от него осталось. И, конечно же, мне нужно было сохранить корневую систему. Я посадила с использованием циафлоры на дренажный уровень, какое-то количество корешков пропало, вот вы видите, да, но относительно какого-то количества пропавших корешков в процентном составе, корни сохранились. У меня полив был день назад, поэтому вы видите зеленые кончики. Смотрите, тут я вам могу показать эффект, тут даже произошло, посмотрите, раскукливание корней, деление корня основного, и начинает расти корневая система. Представляете, у самого пня. Обалдеть! Это называется вот реально обалдеть. Поэтому, уменьшив частоту поливов и объем поливочной воды, мы просто поддерживаем корневую систему для того, чтобы она у нас не подсохла в этой посадке. Все, и ждем детку. Вот она, красавица, появилась. Ну, сколько прошло времени? Наверное, после отсоединения прошло где-то в районе двух месяцев. Поэтому этот процесс не быстрый. От полутора до двух месяцев бывает полгода пенек сидит, не дает деток. Но иногда бывает, знаете, фокус-покус. Вот он у меня стоял на нижней полке под подсветкой. Я не могу сказать, что там прям очень сильно тепло, но там хорошая подсветка и хорошее проветриваемое такое содержание этого пенька было. Поэтому, ну вот, как бы сами видите, да, и корневая сохраненная, и мы имеем результат появления новой детки. Это третья детка на этом пеньке. Круто? Круто! А пенек-то мой, мной был куплен за 200 рублей, без листьев, просто корневая и пень. С маленькой-маленькой точечкой, появляющейся там в магазине. Я ее разглядела, точечка была, а, вот тут вторая детка была, вспомнила. Точечка была вот тут, вот маленькая. Конечно, я принесла домой. Конечно, я думала, что она из-за стресса, смены, условий содержания, она не будет развиваться. Она стала развиваться. И еще рядышком с ней, вот здесь вот проснулась вторая ждущая почка. И было две полноценных детки, шикарных, вы помните? Давайте ссылку на отсоединение, кстати, этих двух деток с этого пня. Очень полезное видео. Оно содержательно информационное. Поэтому пройдите по ссылке в инфобоксе под видео внизу, в описании. И вы найдете это видео, пройдете, посмотрите, как это было мной сделано. Кто видел, тот видел, кто не видел, пройдите, посмотрите. А может быть, кто-то и захочет вспомнить, как же это было. И вот он результат, слава богу. Я довольная и счастливая. Но я сегодня хотела освободить немножко шейку. Я хочу, чтобы вот этот корень сухой, который сейчас виден здесь. Вот, видите, сухой корень, он как бы мешает вот здесь шейке. Шейка вот она, молоденькая, она видна. Корешок сейчас я попробую убрать. И вот с этой стороны. Сейчас я посмотрю, тоже мне тут нужно кое-что подзачистить, чтобы возможность была у детки вширь растить свою шейку. Так, я взяла спирт. У меня инструмент промыт, но тем не менее, я хочу все-таки его еще разок. Знаете-ка, я сейчас, знаете, все-таки немножко его обработать. Потому что у меня бывает, знаете, работа со сложными случаями. Вы знаете, да, что я очень люблю покупать уцененные растения или погибающие растения и отправляться в глубокие обработки их. Поэтому вот всякая такая, знаете, инфекция может где-то дремать на каких-то поверхностях. Несмотря на то, что весь инструмент после работы с больным растением моется мной под кипятком, хозяйственным мылом. И потом спирт обязательно. Я вот наклонила камеру, вы сейчас будете видеть. Я хочу сейчас просто вот этот корешок. Он, так знаете, это корешок от той детки, которую я отсоединяла. Так, сейчас я возьму посильнее секатор. Так, и вот так вот, вот видите, его нужно убрать, потому что он просто... Так, я надеюсь, рука вам моя не мешала. Девчонки, если мешала, я, конечно, прошу прощения. Я его доставать, наверное, оттуда не буду. Сейчас я попробую его выпутать. Это нужно сделать для чего? Ну вот, знаете, вот как на мой взгляд, на мое усмотрение, давайте я его уберу, чтобы мне не мешал этот хвост. Все-таки детка растет вширь, и вот этот сухарь, вот этот, он будет там только мешать. Я ничего такого прям вот особенного не делаю. Если у меня не получится достать остаток от корня, я это и делать не буду. Да, он подсушен. Здесь как бы вот этот корешок, почему он пропал? Потому что он питал детку, а детка снята с орхидейки, с растения. И поэтому нужно вот этот подубрать, почистить немножко поверхность. И вот здесь я хочу, вот он, тоже убрать и посмотреть, что там. Так, давайте я вот так возьму пинцет, чтобы мне было удобнее и вам было. Рука не застилала видимость. Это тоже, кстати, корешок от детки, от той, которой мы снимали. Не все корни удалось отсоединить, потому что там была просто крайне сложная операция. И что у нас тут, вы знаете, тут как бы такая опасность. Вот, видите, тут вот он, наверное, все-таки будет мешать. Я сейчас постараюсь его крайне аккуратно, предельно аккуратно, не коснувшись детки, его отсечь. Я вот так, только с краешку. Да, это там какой-то старый-старый остаток от корешка какого-то. Вот, видите, я его вот так, вот так, крайне аккуратно, крайне аккуратненько вот так вот убираю. Ну, вы знаете, я люблю ковыряться с такими. Мне спрашивают после видео, когда я зачищала точку роста, мне свою штурингу, что медик. Я говорю, да, мед закончила. Всякие процессы, которые происходят в тканях, мне известны. И что и как надо сделать, мне тоже известно. Да, это какой-то старый корешок. Надо его, надо его убрать, 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 убрать. Так, я знаю, что вы сейчас там кулачки держите, наблюдая за всем этим процессом. И я детку ни в коем разе не трогаю. Я освобождаю именно поверхность шейки детки для того, чтобы потенциально растущие корни не блокировались соседними тканями сухими. Ну, все, отлично. Вот это место, прям вот это. Я сейчас возьму спорбактерин, кисточкой его прикрою. Оно зелененькое, чистенькое. Ну, знаете, как называется, предугадать и предотвратить. Чтобы ничего там, никакая инфекция не села. Но я, вы знаете, я работаю всегда такими инструментами чистыми. Я надеюсь, что, я не контролирую, что я снимаю, но надеюсь, что я вам все там поснимала. Все, смотрите, вот шейка сейчас, ей, шейки, видите, ей ничего не мешает для наращивания корневой системы. Корешочки пойдут молоденькие. Кстати, это очень мощные растения, вот эти, про эти романс. Ой, какие же они мощные. Так, сейчас я беру кисточку. У меня тоже все кисточки полезла, полезла, полезла. Мне неудобно, камера стоит, но сейчас мы с вами это сделаем. Слушайте, я хотела одно сделать, а ушла в обработку еще. Ну, я сейчас быстренько вам результат. Вот здесь, смотрите, спорбактерин обычный. Я беру универсальный. Они продаются сейчас в фикс-прайсе, в том числе, эти спорбактерины. И написано там, может быть, для рассады, для того, для сего. Все это одно и то же. Прочитайте действующее вещество, которое входит в состав препарата. И вы поймете, что это все одно и то же. Все, я прикрыла эту область. Больше не надо прикрывать. Порошок он там сейчас локализует. Все это подсушит хорошенько. Окей, теперь я вам сейчас покажу. Вторую орхидейку. И у нас это будет орхидея парфюмерная фабрика. Вы же, конечно, ее узнали по ее красивым пятнистым листочкам. Вот она, красавица Сеншон. Вот парфюм Сеншон. Смотрите, что сейчас происходит. Вы помните, какую малышечку мы пытались спасти, защищая вот этот молодой росток от прогнивания вот в этом вот лиственном коридоре взрослого растения. Когда плотно-плотно располагающиеся листики мамы могли все-таки ограничить рост детки. И начался бы процесс прогнивания вот этой малышки. Так, вы хоть у меня все видели? Вот, смотрите, какая она красивая. Боже! Вот вы мне говорите, кто-то мне написал, да, точка зрения у кого-то была Ирина. Я бы просто взяла бы и сняла лист. Вы знаете, я радикально это делать целенаправленно не стала. Почему? Я вам объясню свою точку зрения. Снимать и один, и второй лист для меня в тот момент было неоправданным. Почему? При снятии листочка, вот, например, вот этого, да, если бы я его разодрала в разные стороны и стала снимать, детка на тот момент была очень маленькая. Ткани детки были очень-очень податливы и ранимы. Я могла бы, просто снимая лист относительно малышки, повредить в том числе и живую ткань на шейке малышки. Потому что лист отрывается, он отрывается, естественно, от здоровой ткани. В том числе, может быть, где-то и, знаете, могло произойти природное такое вот произрастание, как бы, детки сквозь ткани мамы, листья. И могло так получиться, что я просто-напросто бы повредила шейку детки. Вот в этом случае именно все мои действия, которые я делала, высвобождая именно так растения, надрезала, высвобождала, вот так отдирала, вот так листочки друг от друга. Это именно сработало на сохранность детки. Говорить о том, что можно снять листик, но это можно сделать тогда, когда действительно вы увидите, что детка, она своим основанием стала достаточно уверенно расти, что основание, оно стало плотным. Вот я бы сейчас даже бы, вот сейчас, даже сейчас, я бы не рискнула бы снимать, давайте я сейчас немножко вот так подвину и буду вам дальше показывать. Я бы сейчас вот не рискнула бы снимать листики даже вот в таком состоянии, когда детка стала более взрослой. Она выросла, ну, помните, какая она малюсика была? Она еле торчала. Она выросла, наверное, раз в 10, больше относительно той, которую я высвобождала от тканей мамы. Я просто иногда вот так подхожу и вот так вот чисто механически дальше развожу эти листики. Здесь очень хорошее пространство. Если есть возможность, знаете, вот на материнском растении оставить листики, это нужно сделать. Это в том числе и сила материнского растения. Вот, поэтому можно содрать, но я вам свою точку зрения сказала. Мне важно было сохранить целостности и сохранности и детку. Как говорят, кого спасать будем, маму или детку? В данном случае я спасала обеих. И обе остались живы. И два листика на маме. Это полноценно развивающееся растение. Оно может где-то еще даже цветонос дать. Запросто. Это мама может дать цветонос. И сейчас вторая детка. Вы посмотрите, как они круто растут. Кстати, вот эта, вот эта малюха, она догнала вот эту. Вы представляете, насколько круто развиваются обе орхидейки? Вот поэтому снимать вот эти два листа, потому что мне не... Я согласна, да, что можно было содрать. Но я это делать не стала. Все-таки, если у меня есть возможность сохранить все живые ткани мамы здоровыми и целостными, я это сделаю. Потому что чем больше у мамы листиков, тем мощнее и лучше будут развиваться ее детки. Корневая у нее очень хорошая. Есть какая-то такая грибковая из горшочки. Я ей пролью обязательно триходермой. Что-то я вот забыла это сделать. Я пролью обязательно триходермой. Это достаточно долгая такая посадка и старый грунт. Вот здесь водоросли растут. Замечательный симбиоз водорослей. Но это какой-то даже мох. Посмотрите, это какой-то мох растет. Этот грунт, эту орхидейку я не пересаживала. Она так и растет у меня после покупки. Здесь, конечно, много корней уже выросло в моих условиях. И сейчас вот, слава богу, две малышухи. Они сейчас вот как растут замечательно. Здесь помните историю, когда у меня детка, которая была сдавлена вот этим листом, она сгнила. Потому что корневая система, когда я стала смотреть, там корни были закуплены. И начался процесс гниения детки, шейки. Поэтому здесь я сделала все своевременно. Смотрите, пространство достаточно открытое. Здесь все очень хорошо видно. Вот видите, потенциально откуда могут пойти корешки, все это место освобождено. Да? Я думаю, что сейчас у нас все будет хорошо. Если что-то мне не понравится, я может быть еще просто вот так вот листик. Она вот видно, смотрите, где основание детки. Вот оно. Оно вот оно здесь рядышком. Поэтому смысл сдирать эти листья, ну никакого нет. Но это моя точка зрения. И которая все-таки, моя точка зрения, она оправдана и все-таки подтверждается вот этим вот замечательным ростом обеих детках на полноценном материнском растении, которое не потеряло ни один лист. Ну и что я вам сегодня еще хотела показать? А я вам сегодня хотела показать цветение двух красавиц, которые, слава богу, зацвели в моих домашних условиях. Посмотрите, какие красотки две. Вы посмотрите, какие милашки. Сейчас я вам расскажу, что это за орхидейки. Это у нас орхидея. Сейчас поближе поставлю. Вот. Чтобы вы повосхищались и полюбовались в конце видео красотой цветения этих орхидей. Орхидейки практически одна и вторая имеют одинаковый размер цветочка. Вот это ароматит немножко, не сильно, но ароматит. А это орхидея, вы, наверное, узнали. Это орхидея Лаврентий. Сога Лауренс. Красавец. Ну, наконец-то, наконец-то он удосужился зацвести мне. Спустя, ну, такой, знаете, значительный промежуток времени, когда я его прикупила. Сога Лауренс я покупала в размере 2,5. Через какое-то время после адаптации, наверное, месяца 3 прошло. Да, я не пересаживала его вначале. Он у меня так и рос во мхе. И после того, как орхидея пошла в рост активно, и я заметила ее положительную динамику, именно активного роста, растение вступило в стадию вегетации. То есть у нее появился маленький кончик нового листика, и распуклились корни. И я сразу отпустила растение в новую посадку. Я пересадила ее вот в такую вазу. Вот, смотрите, какая красивая посадка, и как замечательно развивается корневая система в этой посадке у орхидеи Сога Лауренс. Закрытая система посадки. Поливалась 2 дня назад. Налила воды проливом. Намочила весь поверхностный мох. Но я это делаю крайне аккуратно, чтобы стекаемая вода, не дай бог, попала в пазухи листьев. Я этот момент исключаю. В моих условиях, с такими проявлениями, когда вода застаивается в пазухах листа, орхидеи начинают гнить. Поэтому я за этим очень пристально слежу. Система посадки закрытая. С использованием, смотрите, крупный керамзит на дне. Выбрала я длину колбы до половины крупным керамзитом. Затем мох. Крупная кора. И у нас мелкая кора на поверхности и на поверхности. Вот тоже мох добавила. И на поверхности тоже я устелила мох. После пересадки в эту систему орхидея отрастила 2 полноценных листа. Дала цветонос и зацвела. Но о количестве корней не мне вам рассказывать. Вы сами все прекрасно видите. Насколько корневая система этой орхидейки. Так, мне цветонос. Вот этой красотке мешает. А, сейчас зацеплю, попереломаю еще, не дай бог. Как развивается корневая система. Это, вот смотрите, один корешок пропал. Вы думаете, я что там, какие-то тревогу бью? Или задумываясь, ой-ой-ой, корешок пропал. Ни в коем разе. Да и пусть. Да и бог с ним. Зато все, что вы сейчас видите, да, в отношении корневой системы, это замечательная посадка. И могу сказать, очень хороший результат роста именно этого сортового гибрида. Sogo Lawrence в закрытой системе посадки. Все, не дать, не взять. Вот как он цветет. Красавец, желтый, ароматный. Первое, что сегодня я сделала, это сразу. Он у меня стоит на полочке в середине. И у меня нет возможности его нюхнуть. Но я тут его понюхала. Ребят, первое, что я сделала, это я чихнула так знатно, так добротно, что у меня из ушей пар пошел. Вот реально. Он, знаете, пахнет чем? Как будто бы я перец нюхнула. Вот, знаете, настолько настойчивый пряный аромат, который источает вот этот малыш, он просто меня сегодня удивил. Вот такой вот красотун. Лаврентий, познакомьтесь, красавец. Очень хорошенький. Это его первое цветение. Три цветочка для первого цветения в домашних условиях. Ну, конечно, это хороший результат. Не один и не два, а целых три. Замечательно. И у нас зацвела красавица. Это орхидейка Shine Girl. Сияющая девушка. Вот она какая милая. Она очень нежная. Она восхитительная. И обладает таким не сильным ароматом. Она пахнет. Да, сейчас я прям понюхаю ее. Да, у нее очень еле уловимый аромат. Знаете, как будто вот прошла красивая, очаровательная девушка. И такой легкий-легкий шлейф духов. Красивых, таких нежных, очень таких легких духов весенних. Вот это оно. Это ее аромат. Вот как она распускается. Осталось распустить один бутончик и еще один. И будет у нас полноц... А, нет, вот еще тут два. Вот они. И будет у нас домашнее полноценное цветение орхидеи Shine Girl. Это два домашних, полноценных, абсолютно новых цветоноса. Скажите, какая красавица. Милые создания наши с вами орхидейки. Распускаясь вот самый крайний, последний раскрытый бутончик. Он более насыщен. Самый первый бутончик. Они немножко, как бы знаете, становятся блеклыми в своем таком наполнении именно желтизны. А так, конечно, все очень красиво и очаровательно. Вот такое у меня сегодня видео-показ двух, нет, трех, почему двух? Двух растений с тремя детками. И вот такое цветение, домашнее цветение моих очередных красоток. Все, ребят, девчат, здоровья, благополучия. И увидимся с вами вновь на моем канале. Всего самого-самого вам хорошего. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok